Однажды в городе заболела повариха, и тогда капитан сам стал готовить кашу. Но что сказали граждане? Хуже этой каши только моя жизнь, наверное. Здарова, солнышки! Трудно поверить, но мы с вами таки дожили до второй части Фростпанка, что хорошо, и пока не дожили до закрытия Ютуба, что ещё лучше. Обязательно подписывайтесь на телегу, там вся правда и моя жопа, ну а мы тем временем переносимся в морозные земли, где жопы ещё больше, хотя такую трудно представить. Много воды утекло с тех пор, как я последний раз записывал Фростпанк, демка не в счёт, кто-то уже стал забывать, каково это копать шахты по 24 часа к ряду, у кого-то наоборот каша из опилок не выходила из рациона последние 7 лет, да, Фростпанк вышел 7 лет назад. И что характерно, время это пошло игре на пользу, и хайптрейн пришёл, но с опозданием. Вон на последней распродаже Фростпукич каждые 2 секунды покупали 100 пудов мои зрители с 1000 аккаунтов. Польскую компанию 11bit Studio можно только похвалить от действительной идеи, достойной аплодисментов, взять Стимпанк, назвать Фростпанк и добавить конец света. Это уже я там потом придумал историю про Капитана, который как диагент сидел на генераторе и толкал свои речи про переход от материального к духовному, и шафот есть мера всех вещей, потому что оригинальные компании в духе англичане опять что-то не поделили, мне не особо нравились. Хотя вот DLC последняя осень было очень даже крутым. Теперь же колесо Сансары дало апперкот, и так получилось, что предыдущий Капитан, вида смешного, я бы сказал туповатого, помер. И на его место пришёл новый Капитан, молодой, сильный, который должен и Нью Лондон восстановить, и Винтерхоум захватить, и всё под бунтующее улюканье недовольных граждан, в общем терпим. У граждан, кстати, теперь есть право, нет, не право поплакать об этом, у них реально появились сообщества, читайте преступные организации, захватившие совет и мешающие Капитану наслаждаться тиранией, ибо этот сброд постоянно ругается и голосует в разные стороны, в то время как все шишки опять же прилетают на счёт Капитана. Вместо денег. Каша из опилок по венью моды сменилась на суп из химикатов, добыча угля сменилась на выкачку нефти, ну а английские работяги вместо 5 o'clock tea получили бесконечные 24-часовые смены. Их реально можно включить на всю оставшуюся игру, где-то короче убыло, где-то прибыло. Сама игра стала глобальнее и сложнее, пропал вот этот эффект деревни, из-за чего игроки очень грустили, но в целом, конечно, кто как ни фанаты Фростпанка привыкли терпеть произвол разработчиков, верно? Как бы то ни было, всегда скажу, что разработчик будет оплёван семикратно, мне лично любой контент по Фростпанку и в сладости в радость, будем каждое DLC играть, присасывая и причмокивая, я шо, зря делюксы здания купил? Я мог об этом не говорить, но всё равно сказал, потому что были волнения насчёт того, что обладатели того самого делюксы здания за 3000 рублей вы могли поиграть в игру на 3 дня раньше. Тут надо вспомнить кампанию из оригинальной игры, ведь лорды тащили и там, теперь они тащат и в реальной жизни, ребята, привыкайте. Окей, наш монструозный генератор питается углём, а не словоблудием, все за работу, сейчас покажу, объясню, как оно делается. Начинаем сразу после интеграции. Что сказали граждане, когда капитан сел на дредноут? Если крыса не сбежала, значит мы на плаву. Ну а шо вы хотели? В мире кораблей всё по факту. Дредноуты там, кстати, тоже есть, как и сотни других кораблей, 5 классов и 13 наций. Ещё там тока не происходит. Вроде всё спокойно, потом бац, с линкора прилетает залп и становится не смешно. Вроде море как море, а карты друг друга красивее, так ещё и погода меняется. Шо мы ждём? Вводите код Superstar 2024 и забирайте бонусы. Суммарно на 16 тысяч рублей, все они на экране. Активировать можно в течение 7 дней после регистрации. Ну и как по мне самое вкусное, 9 день рождения игры. Множество активностей в ретро-футуристическом стиле, сюжетные события, симметричные бои в формате игроки против ботов и многое другое. Ну и для победителей футуриады уже готов игровой ноутбук и другие ценные призы. Просто выполняйте тематические задачи, получайте медали, чем больше медалей, выше их качество, тем выше шансы победить. Ещё мы опять сидим, активируйте Superstar 2024 и празднуйте день рождения мира кораблей! Биг Си Си Лайф Буллить бунтарей в кайф тут-ту-рут-тут А граждане клоунаду отставили, у нас он уже первая глава, уголь закончился. И где вот эти бунтари, которые... Я уеду жить в Нью Лондон, вот вам Нью Лондон, посмотрите, генератор не работает, всё уничтожено, люди бедные, грязные улицы. Итак, у нас есть неработающий генератор, а нам что нужно, чтобы он заработал? Правильно, для этого нам необходимо открыть ледорубы на клавишу X и начинать копать к ресурсам, вот по этой вот кольцевой линии. Бурение стоит денег, более того, оно стоит рабочей силы, благо у нас она есть. Сразу же начинаем расширяться в другую сторону, потому что, ну, тепла хочется всем, а платить не хочется никому, правильно? Итак, мы пробурили ценой куча людей, а шо делать дальше? Нажимаем клавишу B и начинаем билд. Месторождение сырников, неплохо. В таких местах нужно строить жёлтенький добывающий район и не поверите, что делать дальше, добывать ресурсы. С другой стороны, у нас месторождение леса, которое почему-то отображается кубиками, то есть раньше это были ёлочки, а теперь кубики, то есть игра теперь для трёхлетних или что? Здесь у нас месторождение кирпичей, из них всё строится, вы их либо добываете, либо производите. Здесь у нас месторождение, нам повезло. Капитан умер, уголь закончился, генератор. Фрики-блогеры опять несут хуйню и пытаются дестабилизировать ситуацию в нашей славной и замечательной снежной стране? Мы этого не допустим. Жилые районы лучше строить подальше от заводов, потому что люди охренеют, потом скажут, ты чё, в промзоне жить по-волчьи выть мы не хотим. Формально, когда я строил вот этот район, не было тут никакого завода, а потом я увидел, что тут как бы, ну, месторождение, и, видимо, завод всё-таки будет. Благо, районы можно строить максимально ублюдочно, буквально друг на дружке, и никто ничего не сделает. Достраиваться можно вообще как угодно, потому что у нас есть уровень тепла, и главное, чтобы он был велик. И тогда, может, и хоть месторождение сырников вон отапливать, ничего не случится. В чём блогеры правы, так это в том, что нужно суетиться, потому что если мы не откроем вот эти вот аванпосты, и не исследуем морозные земли, у нас кончатся ресурсы, и мы действительно все замёрзнем. Итак, наш уголь постепенно копается, соответственно, теперь мы можем включить генератор, и люди наконец-то перестанут ныть. Пробуждение генератора. Милуахт. Люди собираются вокруг башни генератора, пока он громко попёрдывая пробуждается и снова дарит нам тепло. Это сердце города. Наш последний рубеж защиты от холода. Наша первая надежда на будущее, каким бы оно ни было. И Милуахт. Одна субхуджеская пара сообщила, что их дочка первая в семье родилась ровно в тот момент, когда вновь ожил генератор. Они назвали девочку генератор и просят вас благословить её. Как понять, что всё плохо? Перед ресурсами есть минус. Если минус, значит недостаточно вырабатываешь. Соответственно, нужно больше копать. Умом? Умом. В каждой постройке, включая жилые районы, есть такие стрелочки. Они означают, что территорию можно расширить и построить на ней дополнительную залупу, например, шахту. В данном случае есть дополнительный слот, сейчас туда что-нибудь пихнём. Район есть, теперь строительство зданий. Тут, например, мы можем построить исследовательский институт, потому что у нас что? Расширенный район. А кто его расширил, конечно, капитан Аплодисменты. Исследовательский институт это, по сути, тоже древо технологий. Оно даст нам невероятную силу, но, к сожалению, оно же нас и погубит. Для начала нужно исследовать теплоизоляцию и прочее, то что не даёт красных негативных эффектов. Вы спросите, какой из фракций подлизывать? По сути, кому угодно они все одинаково ненавидят капитана. Эти дебилы постоянно срутся и создают ненужную тряску. Подумаешь, немножко похолодало. Ой-ой. Этот холод нас в могилу сгонит. А если не заткнётесь, то я. В срочном порядке нужно построить Госдуму для того, чтобы дать людям честное и абсолютно неподкупное голосование. Вот оно ведь дерьмократия. В первой части, чё хотел, то и делал. Здесь нужно уже с людьми считаться. Разработчики, разработчики. Весь наш совет состоит хрен пойми из кого и непонятно, кто их набирал. Видимо, капитану слишком хорошо жилось и решили вот так вот ему немножечко жизнь-то подпортить. Сейчас заседание дегенератов хочет за меня проголосовать. Вы скажете, а если я не хочу голосовать? Ну, сломанными пальцами и не сможешь. Если голосование шаткое и вы сомневаетесь, вы можете подговорить кого-то из делегатов и, соответственно, предложить им что-нибудь. Например, следующий закон или что-то исследовать, или дать денег. Ну, вы поняли. Извлечение органов. Отличный закон. А тут даже и возразить-то нечего. Слушайте, поборники, они наши мужики. Мы им обещаем законы, которые надо вводить. Умом? Умом. Перекос в одну фракцию нельзя делать, потому что остальные тогда скажут, братишка, вы чё там сговорились, что ли? Ну да, сговорились, хуй ты сделаешь-то. Наместник втирает нам какую-то дичь. Ой-ой, к сожалению, в городе заканчиваются вазы. Благо, состояние напрямую влияет на уровень преступности. Если у людей нет увещения, будут их воровать и отбирать. К сожалению, месторождение 16-х айфонов здесь не наблюдается, поэтому нам нужно построить красный завод и производить на нём вазы. Но вообще, красный район, он может и кирпичи производить, они нужны. Ну, как бы и вазы может производить, они тоже нужны. Я рад, что ты снова в строю, старина. Я жутко испугался, когда тебя отключили. Ведь ты для нас не просто источник тепла, ты для нас символ того, чем мы можем стать. Символ несогрушимой, несгибаемой стойкости. Жители Беньграда единственные, кто радуется углю на Новый год. Вот есть же, да, угольная шахта. Просил разработчиков в демке, по-русски, добавьте вы картинки. Нету ни одной картинки, и чё мне теперь делать? Ну окей, попрошу по-польски. Где есть иллюстрация копальни венгла? Курва, матка. Где иллюстрация копальни разработчики? У меня вот тот же вопрос. Вместо ёлочек кубики какие-то ебливые нарисовали. Ну что же вы делаете-то? А где все рабочие, я не понял. Так, так, погодите, нужно срочно собрать сове... Вы чё, обалдели, что ли? Все твари, а работать кто будет? Эти, сука, на каникулах сидят. Эти ни одной картинки нарисовать не могут. Чуть-чуть не позаписывал Фростпанк, все распоясались. Как видите, здесь на законе нарисованы ручки, значит, мы кому-то что-то пообещали. А ну да, извлечение органов было или нет? Было. Люди, они ведь нихуй на блюде, чё они без дела лежат? Будем забирать здоровые органы, тела сжигать, отдавать родственникам, все довольны? Нет, ну есть ещё, конечно, погребение, но за эту фигню даже голосовать никто не хочет, так что единогласно. А папу порежут на кусочки, мы его даже не похороним. Похоронить не похороним, а вот котлет нажарим. Рабочей силы уже не хватает для дальнейшей экспансии, что нам нужно делать? Как я уже говорил в начале, нужно строить вот эти вот аванпосты по бокам карты, их три всего. Все три заселить, набрать с них разведчиков и исследовать морозные земли. Рабочих можно брать с других рабочих мест. А чрезвычайные смены теперь бесконечные, но они гробят народ, так что не советую их водить. Для начала необходимо посетить лагерь предателей, которые первые сбежали со стонущего корабля, когда Нью-Лондон развалился. Везде нужны морозные отряды, больше строить аванпостов, больше разведчиков нужно. Здесь нет баланса, если постоянно не развиваться, игра забуксует и вас свергнут. Совсем забыл, продовольственные районы очень нужны, их надо на цветочках строить. Что случилось? Это кто? Милохт, вы как с луны свалились, если дети будут заниматься ничем, они будут разваливать город. Советник шахты! 120, милохт? Шо 120? А шо шахты? Школа для них это слишком гуманно, обучение семейному делу даст нам дикий прирост в рабочей силе, а она нужна. Я не хочу, чтоб наш ребенок работал в шахте! Базар вопрос, полезет чистить генератор. Вообще, что за дела, хочу, не хочу, для кого районы расширял промышленные, вон, шахту исследовал. Уже даже киркой копать не надо, как в первой части, вон, с той кнопочки нажимай, чтоб бур за тебя все долбил. Вообще, мы можем бесконечно строить жилые районы, и так мы никогда жилья не напасемся. Что же делать? Правильно, идем в жилой корпус и застраиваем все многоэтажками. Вообще, то, что здесь называется плохим жильем, в реальной жизни, отпростить, называется апартаменты бизнес-класса за сумасшедшие деньги. В древе технологии есть морозные земли, здесь качаем штаб разведчиков или логистические центры. И то, и то необходимо для ускорения скорости разведки и для увеличения количества этих самых разведчиков. Они эту карту будут полжизни исследовать, соответственно, другие группы должны в этот момент бегать по другим точкам. Всякие центры хранения, это новая имба, потому что они служат и складом, и уменьшают необходимое количество рабочей силы. Даже в древе технологии они вынесены в отдельную категорию, потому что у тебя там хаб есть и на уменьшение напряжения, и чтоб люди здоровее были, и чтоб в зданиях теплее было. Жалко денег стоит. Каша из опилок это было главное блюдо в первой части, теперь его нет, теперь у нас в виде топпинга уже не опилки, а какая-то нефть. Ну ладно, будет суп из нефти, компот из нефти, каша из нефти. Сплошь ядовитые вещества, гадость, я не стану давать такую еду своим детям. Ну ладно, пусть батю доедают. А с граждан, между прочим, тоже можно трясти деньги, а то стоят, ничего не делают, вот хотя бы налоги пусть платят. Ой-ой-ой, разносчики болезней. Милох, небольшая группа морозоборцев отказалась пройти обычный медосмотр, который устроили поборники. Это медосмотр-атавизм далекой эпохи, когда чей-нибудь кашель угрожал здоровью всех жителей города. Это все в прошлом, мы изменились, заявил один из них. Поборники отметили, что регулярные медосмотры защищают рабочих, мы должны следить за здоровьем граждан, возразил один из бригадиров. У нас бывали эпидемии, мы еще хотим еще. Ладно, проктолога уберем из обязательной программы. Но мы можем как бы закатать им губу и не давать товаров в принципе, да, а можем увеличить количество товаров, и тогда начнется капитализм. Эээ, суки, работать кто будет, все, взад вертайте. Ладно, ресурсы пока не проблема, расширяемся дальше, капитан-то хорошо расширяется, да. Что случилось? Опять солнышки, что такое? Милох, некоторые залежи угля в этом гайоне скоро иссякнут. Поборники и нью-ландонцы считают, что взрывчатка поможет добраться до более глубоких залежей угля. Мразиборцы предлагают отправить детей на сбор остатков угля в узких тоннелях. Некоторые из них все равно работали на заброшенном шахтерском ванпосте и вон живы-здоховы. А можете их записать куда-нибудь в маленькие люди? Ай бог, там в шахте мышь пернет, все, капитан загубил целое поколение, позор, изгнан. Так, здесь у нас зарыт какой-то квестовый предмет. Возможные находки нефть, ой, это нам надо. Город будет бесплатно обеспечивать всех граждан необходимыми средствами для выживания при условии их наличия, в том числе пищевыми пайками для повседневной... Скучно! Милох, простите, а что вы хотите, чтобы граждане платили даже за хлеб насущный? Заметьте, не я это предложил. Они учатся! Ай, ну что там опять с этой злополучной шахтой, а? Милох, в угольной шахте вспыхнул пожар, если мы не поспешим, то потеряем шахту вместе с месторождением. Поборники-пожарники предлагают перекрыть кислород, тогда пламя потухнет. Но еще не все дети-шахтеры покинули шахту, в этом случае они задохнутся. О нет, спасите детей! Ой, мисклик. Ну и сука же ты, капитан, моя сестренка не вернулась из шахты. Последний раз, когда стало совсем холодно, я отдал ей свои перчаточки. Мы прижимались друг к другу, мама не выжила. И отморозил нахуй руки. Руси всегда была сильной, она ухаживала за мной, выкладывалась за своих рабочих, выкладывалась на боксерских поединках в свои 13-то лет, настоящий боец. Она без раздумий пожертвовала собой, а вы просто взяли и отключили кислород. Молодой человек, я вам отвечу притчей. Один ребенок не желал лезть в генератор, он все кричал. О, капитан, я близок к вам во всем. И капитан сказал, ты близок лишь к тому, кого ты постигаешь. И кинул пиздюка вслед за углем. Так, начинаем строить уже всякие фабрики, пилорамы, потому что у нас график горит, а производство не горит. Все эти производственные районы работают, пока есть ресурсы. Как только ресурсы закончатся, уже ничего на них не построить, так что надо бы их улучшить. Вот здесь мы построим механизированную пилораму. А здесь мы построим утилизационную фабрику. Похоже, больница нам не видать. Любой каприз за ваши деньги. Вроде издали-то не такое уж и большое поселение, а посмотрите, как разрастается-то моща. Вот они, мои солнышки-крошечки, бегают тут. Ну и чё они, афкав стали, стали на вас нет. Так-так, что у нас тут? Старый дредноут. Ну, сделаю вид, что я удивился, хотя ничего удивительного. Сломать долбанный дредноут, это нужно было постараться. И лох, не всё так однозначно. Судя по всему, дредноут модернизировали, чтобы он работал на нефти, поскольку он покоится рядом с богатыми залежами. Возможно, здесь была заправочная станция? Но в чёрном омуте, как известно, водятся замёрзшие тела. Их завернули в саванны и поместили на успокоительные колодцы, иначе разведчики загадогнулись от этого зрелища. Эти запасы нефти решают проблему, но нам придётся раскопать могилы. Мы ещё... Чё лежите без дела? Ну-ка подвиньтесь. Раз проложим им рельсы, и пусть катают, возят нефть. Это тот самый дредноут из обучающего пролога, но так как я всё равно всех там угробил, то будем считать никакого пролога, и не было. Что хорошо, остались нефтяные месторождения, то есть, значит, они ещё не всё высосали, и у нас есть шанс. Так, выбираем... Перегнать ресурсы. Мы можем гонять их туда-обратно между поселениями, для начала наладим нефть. Годова-два. Жидкая зона-то. И лох, жители сказочных гады, прибытию нефти в город, но вопрос, как она повлияет на наше будущее, по-прежнему остаётся открытым. Годы лишения скоро закончатся, давайте улучшим священный двигатель, и будем качать нефть изо всех дых, кричат поборники. Ещё говна въебали, возражают пилигримами, наш Нью-Лондон не будет стоять вечно. Отправляйтесь в морозные земли, исследуйте новые горизонты, и найдёте ещё больше этой вашей нефти. Они, видите, кулачки сжимают, как в том видосе, где одна крыса, другой по голове случайно, да ладно, такая, бля, а сделать-то они ещё не могут. Ладно, мужики, я вас поддержу. Поддержал. Так, берём апгрейд для генератора. Будем мы теперь не углём, а нефтью отапливать, ну здорово. Уголь всё равно нужен, не списывайте его со счетов, там некоторые машины от угля работают. Обязательно нужно строить завод, который дерево в уголь перегоняет, потому что месторождения деревьев у нас есть бесконечные, а угольных нет. Бесконечные месторождения добываются исключительно глубоким бурением. Вот, на бесконечном месторождении нужно построить добывающий жёлтенький район и воткнуть сюда бур умом? Умом. Ну, слушайте, я даже рад, как у нас всё хорошо тут продвигается, я почти не злой. Так, что у нас тут? Ах вы бунтующие бляди! Милуахт-поборники начали проводить митинги в честь модернизации генератора, стройные члены фракции заполняют улицы города. Расскажите людям, почему мы вышли на митинг, требуют их лидеры с трибун. Мы радеем за прогресс, мы радеем за генератор, мы радеем за город. Их энтузиазм нас в могилу сведёт, но жителям вроде нравится, хотите, чтобы они что-нибудь предложили? Давайте больше рабочих предоставьте, потом будете ебалом чесать, как у нас всё здорово. У нас рабочих так много, что он все предприятия аж встали, смотрите, как все хотят работать, вау. Милуахт, пациенты, помещенные в карантин, тяжело переживают разлуку с близкими, ровно как и их родные, труднее всего взрослым, чьи дети на карантине. Одна из батареек приходит к карантинному лагерю каждый день и просит пустить её, а чтобы она смогла посмотреть на сына. Ему страшно, в одиночестве без меня он не справится, умоляет она. Должны ли мы допускать родителей к больным детям? Да, конечно, должны, я же не зверь. Милуахт, к сожалению, матушка, которую выпустили на карантин, умерла. Ужасно, ужасно. Можно исследовать центры, это по сути имба второй части, потому что их, если правильно воткнуть, они рабочую силу сокращают, и отопление увеличивают, и сокращают заболеваемость, и напряжённость. В общем, здорово. Милуахт, у нашего прошлого капитана от слова «Теслаград» начинала дёргаться бровь и левая сиська, надеюсь, у вас такого не будет. Мы наблюдаем «Теслаград», возвышающиеся руины города, некогда известного своими чудесными технологиями. Из этого места, считающегося гиблым, за годы вынесли всё ценное, но разведчики нашли неторонутый зад. Там стоит механическое вычислительное устройство, работающее от угольного нефтяного преобразователя. Машина работает по сей день, но никто не знает, какие расчёты выполняет. Мы можем забрать преобразователь и воссоздать его в городе Нью-Лондон, отключив устройство. Либо направить учёных, чтобы они усилили наше исследование и разломали его нахуй. «Советник, вы знаете, что делать? Спиздил, неси домой». В некоторых районах, если есть место, можно построить дозорные вышки, они будут сокращать уровень преступности путём, но вы сами знаете, каким. Понятия не имею, что эта дозорная вышка охраняет, но деньги с налогов уже потрачены, так что поздно. Так, я исследовал нелетальный гидролизатор угля, сейчас мы будем добывать нефть из угля. Вы спросите, каким образом? Это уже не мои проблемы. По-моему, уже сама матушка земля против меня. Мда-да, слушаю, слушаю. Милохт, молодой архитектор обратился к вам с невероятным предложением. Мы все знаем, что в городе мало жилья, так? А что, если мы сможем увеличить количество комнат, не создавая новую инфраструктуру, так? Он развернул исток бумаги с набросанными чертежами. Значится так. Это комнаты и ящики. Что нужно жителям кварталов с плотной застройкой, кроме места, где можно лечь поспать, так? Такая планировка позволит обеспечить жильём ещё больше людей, так? Милохт, нам не стоит слушать этого шаглота... ПОВЫШЕН! ПОВЫШЕН! А этот что, стоит белым флагом размахивает? Сдаваться нужно было раньше, солнышко моё. Милох, давайте на чистоту. Мы набили людей в бочку, но они не могут жить в ящиках, как кошечки. Нам часто сообщают о том, что люди дерутся за каждый квадратный метр жилья, пытаясь отработать его у соседей. Вандализм становится всё более серьёзной проблемой. Я не могу сидеть дома, словно меня похоронили живьём. Добавьте к этому рущих детей этажом выше. Вонят, стряпни, той старой корги из соседской квартиры. Это чудо, что я ещё никому не свернул шею. Рассказал один из недовольных жильцов. Это студия-кладовка, так сейчас модно. Вы скажете, нельзя затыкать людские проблемы алкоголем? Я скажу, так, а это что? Ой-ой, уползаем, уползаем. Заходит гражданин в магазин, видит, пива нет. Начал было проклинать капитана, а это мебельный. С утра выпил, весь день свободен. Дэвид Холм, 37 лет, разглядывает полку с алкогольными напитками. Да, гражданин, амси такое ещё не пробовал. О, с нотками клубник. Интересно, как у них это получилось. Ура, стены торфи, зут. Короче, 70 градусов, а тут ещё 2 по цене 3. Аннушка вечно, но и что у нас мало денег, поэтому такая акция и понравится. Ему же алкоголик тоже понравится. Он, чел, как хоббит в землянке живёт, и ничего, нормально, алкоголь, разрушает семьи, и семьи разрушает капитан. Так, сейчас покажу, как работают центры, хотя я уже рассказывал, но повторение твою мать учения. Берём центр, ставим его где-то рядом с фабрикой или жилым районом, в зависимости от того, что делают, и люди кайфуют. Милуахт, люди кайфуют так, что готовы вам на шею не сесть, а свернуть её. Милуахт, услышите меня, поборники начали прикреплять к своим лапам небольшие рации, работающие от нефти. Они утверждают, что обратная связь сделает труд более эффективным и безопасным. Пока это всё складывается именно так, управляющие мгновенно сообщают обо всех происшествиях, ведомости обновляют в реальном времени, бригады могут контролировать каждый шаг работников. Но поверь ты, Милуахт, это та рыбка, которую вы не сможете вскоре проглотить. Наш бригадир чёртов дерьмодемон, он нас всех угробит. Поборники со своими тюрмами и башнями хороши, пока народ терпит. Когда терпеть перестанут, начнётся пиздец. Тут есть чумные лачуги, в которых живут люди, покрытые оспинами, но в принципе, в принципе, работать они смогут. Милуах, что вы творите, бомжи, которых вы позвали, раструбили на всю округу. Они рассказали, что среди обездоленных, добывающих средств к существованию в ледяной пустоще ходят слухи про наш улучшенный генератор, способный защитить всех. И то, что у людей тут будет будущее. Не Лондон стал света, чем надежда, это здорово, но не здорово для нашего кощелька. Спокойно, граждане, без паники, у меня есть план. Мы будем пускать только тех, кто а жив-здоров, б может работать. Умом. Умом. Ой, а где же мама? Её что, не пустили? Э-э-э-э, пустите мою маму в город, э-э-э-э, я устал это слушать. О, ачивка. Вот был бы я плохим капитаном, вырос бы у нас город на ачивку. Нет, это вопиющее кумовство, это притча. Я вот какое бы здание ни строил в этом городе, у меня всё равно завод Поппи выходит. Вот все ресурсы уже понастроил, уже начинаю запасать, ну вот что им не нравится, почему они недовольны, чё они ругаются-то? Хороший же капитан, ну. Так, всё под контролем, у нас излишки тепла, всем хорошо, но форсаж всё равно б я бы, конечно, врубил. Всего от минус 100 градусов, считайте, распогодилось уже. Это не бури, это так немного фурен. Смотрите, какие огни. Ву-у-у-у. Ой, кто-то умер. Ву-у-у. Ну как-то не ощущается вот эти минус 100, знаете, вот в первой части там бури, это по сути было финал кампании. Минус 150, ты сидел там за голову, хватался, как мы выжили. А здесь так, э-э-э. Плохое предчувствие. Возвращение в Винтерхоум еще хуже Милохт, Винтерхоум это город с мрачной историей Его алчные руководители выжимали все соки из генератора Когда за дело взялся компетентный капитан, генератор был уже серьезно поврежден и обречен на взрыв Но наши разведчики сторонятся этого места Они опасаются токсичных газов, вытыкающих из врачелин в земле и завывающих стонущих призраков Терпеть! Граждане очень часто говорят, что ну на том свете отдохнем Не-не-не, завывающие призраки, на том свете вы не отдохнете, тоже работать будете Милохт, послушайте меня хотя бы один раз Ядра под руинами Винтерхоума можно использовать для дальнейшего улучшения генератора в нашем Нью-Лондоне И вырабатывать столько тепла, что нам и не снилось Дабы добраться до них, нам придется снести руины, создать разлом в земле Быстро извлечь добычу, пока Винтерхоум не превратился в гиблое место из-за этих азов Есть и другой вариант, запечатать ядовитые газломы, навсегда отрезав доступ к большинству ядер Мы можем вызвать лавину, чтобы она заполонила трещины, и заделать все, что осталось, вручную Затем мы сможем построить там новый город и использовать его как плацдарм для дальнейшей экспансии Принимайте решение, но времени уже нет Если времени нет, то шо я тогда сейчас проебал? Милохт, вы сами себе противоречите, вы обещали поборникам, что мы будем развивать Нью-Лондон и лезете в Винтерхоум, нахуя? Капитан сказал, капитан слово назад забрал Ёбин-бобин, по-моему, зря я решил Винтерхоум заселять на них, будто не метеорит, я не знаю, гигантский уголь пизданулся Посмотрите, тут вообще не продохнуть Сразу же из Нью-Лондона отправляем ресурсы в Винтерхоум, они сейчас нужны как никогда Человеческие ресурсы тоже отправляем, тут по квесту надо 9 тысяч рабочих переселить Тут, видите, очень токсично, токсик Это заселение Винтерхоума будет нам очень дорого стоить, но я надеюсь, меня, конечно, не скинут за это Геотермальные станции, это хороший источник тепла в Винтерхоуме Вот эти вот брокколи У меня компьютер сейчас хороший источник тепла, потому что он вообще не работает, у меня все лагает Вы что, бля, сделали с игрой, это где оптимизация? Так, первая дырочка с черепками, вот этими токсичностью, скорее заделываем районами фильтрации Саботаж в Винтерхоуме! Милуахт, группа колонистов, которых подстарикают поборники, начали заниматься саботажем Они повреждают здание и тяжелую технику Мы можем построить дозорные вышки, чтобы следить за порядком Но некоторые пилигримы нащептывают более радикальное решение Они предлагают применить закон публичной казни Потому что были поборники, а сейчас они позорники, нахуй не такие нужны? Да кто за такое варварство будет голосовать? Это прошлый век Когда свои люди в Сенате, это вообще не проблема Солнышко мое, меня хотят казнить Давайте этих чертей к нам в Винтерхоуме На сон месторождения сырников не освоено, холодно, болезни На заводе угля не хватает для автоматического производства Давайте, давайте сюда, они мигом жизнь начнут ценить Обязательно нужно изучить новый принцип труда и в частности идеальных рабочих Потому что без них в Винтерхоуме люди просто не выживут Только самые крепкие волосатые руки смогут сдерживать этот молот производства И нести его вперед к прогрессу По квесту надо переселить 9000 человек, но мы 10 сделаем, знаете, с запасом таким Дальше идем к месторождению угля как можно скорее, потому что без угля здесь хана полная Ну и как можно скорее заделываем две оставшиеся токсичные дырочки Вон она, видите, где засела, тут надо прям делать такую длинную линию вперед прокапывать Жилые районы можно строить, ведь рядом с заводами ходят друг у друга на башке Вообще уже без разницы, главное людей куда-то заселить Я просто хочу домой! Тише, суки, я с вами, я вас не брошу Ну вот что я говорил, угля не хватает, не работает автоматическая копальня И, соответственно, люди теперь будут копать руками и зубами Отношение к вам отвращение Полностью согласен, омерзительное прохождение, я не смог их задавить раньше времени, позор Обузим бойцовский центр, ставим его рядом с домами, и люди меньше трясутся, и недовольство падает Я уже даже не смотрю, что я исследую в морозных землях, просто вот куда могу отряда отправить, туда и отправляю Я почти все, что мог, все построил Так, сейчас надо их каким-то образом успокаивать Я отказываюсь идти за капитаном В первой части игры мне бледи на это, скажи, я тебя так вы... Если что, я полностью успокоен, ну, чтоб вы понимали, да, просто чуть-чуть не справился с балансом игры, я научусь Милохт, к вам обгатился дюща-кочегар А ну-ка соберись, мы должны это сделать, должны Если растения заболели, мы сжигаем посевы Если у разведчика морожение, мы отрезаем конечность А если фракция больше не служит людям, скармливает их Винтерхоуму во имя безумной идеи, лишает их будущего Как тогда поступить? Именно! Мы избавляемся от этой фракции Вот от вас и избавимся В самом начале игры, еще в прологе, у героя спрашивают Нью Лондон шел по пути правды или по пути веры? Я выбрал по пути правды, смотрите, что они делают Они против меня же и настраиваются Глава пятая, пора бы наказать поборников Милуах, пилигримы пришли в ужас, когда поборники подослали убийцу, зарезавшего их делегата В этот же момент поборники организованными группами начали штурм сразу нескольких районов города Нью Лондон оказался на грани хаоса Пилигримы в ярости Этим террористам нет места в Нью Лондоне Позорники должны отречься от своих идеалов или уйти Они готовы нанести ответный удар Если поборники будут изгнаны, они понесут наказание за это преступление А Нью Лондон объединится и примет идеалы, которые поддерживают пилигримы В то же время вы можете попытаться прекратить это безумие и достичь перемирия Но в этом случае вы должны добиться уступок от обеих сторон Впрочем, это не единственный выход Многие жители города готовы впрячься за вас Вы можете вернуть себе полномочия капитана Разделить враждующие фракции И принудить их к порядку, как мы это обычно и делаем Забань одного и вылезут десять Захуярь десять и сотни не вылезет уже никогда Работаем Выбираем принуждение к порядку Путь порядка Но вы решили, что город выживет лишь в том случае, если его объединит волосатая рука капитана То есть ваша Дать такие полномочия может только совет Но эти полномочия не принесут польза, пока фракция убивает друг друга на улице Став капитаном, вы должны сперва укрепить свою власть И решить, как лучше обеспечить мир любой ценой И вот теперь, когда нам по сути пассивно как бы развязали руки Мы можем перейти к более-менее активным действиям И уже начать превращать фростпанк в тот, который мы с вами и любим Так, тут происходит какая-то чудовищная тряска Я не Санта-Клаус, чтобы исполнять список их желаний, пойдем по другому пути К счастью, у нас немного бунтующих поселений В основном недоволен пролетариат на производствах Соответственно, мы им что-то пообещаем Пообещаем не бить их слишком сильно Естественно, подавление должно быть жестким Потому что если вы будете разводить нюни и уговаривать их, никто вас не будет слушать Тут уже точка кипения настала Потому что раньше нужно было принимать суровые законы Вот во власти капитана, больше стражей нанимать Что нам теперь остается? Только распускать сплетни Слыхали? А попорники жрут младенцев Вот можно обузить еще центр связи Его ставишь рядом с домиками И люди начинают больше доверять капитану То есть я это не ставил раньше, меня чуть не скинули из-за этого После легенького такого экта Отвечаю, легенького доминирования над бунтарями У нас появились первые политзаключенные И отвечаю, я их не трогал, я сказал, просто поймайте и все, ну поймали Просто чуть-чуть их перевоспитаем в тюрьме когнитивной коррекции Ну в чем проблема-то? Уважаемые граждане, если кто-то скажет, что от капитана были какие-то запугивания принудительные Не было такого, это все блогеры вон наговорили А вот теперь, когда бунтари за нас Мы начинаем пропихивать уже нужные законы Еще больше стражей, еще больше силовиков Как говорится, если все за вас, то кто против вас, правильно? Люди больше не сомневаются в капитане Потому что, ну те, кто могли сомневаться, они передумали Теперь мы строим еще больше патрульных вышек Это даст нам еще больше стражей И мы быстрее будем перевоспитывать районы Как видите, бунтари постепенно начинают перевоспитываться И как бы возвращаться на рабочие места Потому что, ну как бы, не жили хорошо и... Ну и... зато живы Итак, капитанский срок подходит к концу И как же здорово, что у нас идет следующий А все бунтари, которые не смогли уверовать в великого капитана Будут прозябать в отстойниках Мой капитан, все силы, которые могли вам противостоять, были уничтожены Нашему заблудшему городу нужны были единый голос, диктующий волю И твердая рука, удерживающая его заглотку И вы осознали это Восстав из грязи и трясины, вы стали нашим маяком в тумане А что нам оставалось делать, кроме как идти на этот ослепительный свет? И теперь, словно море, ведомое звездами Город тянется к вам, согретый лучами вашего света Мы пойдем туда, куда вы укажете нам путь Наш солнечный капитан Ну, а по-другому быть и не могло Вам же огромное спасибо за просмотр Ну и, как обычно, счастья вам! Субтитры сделал DimaTorzok